В презентации ко дню города Одинцова приняли участие самые крупные спортивные учреждения района. Специализирована детско-юношеская школа Олимпийского резерва, школы бокса, фехтования, единоборств, Одинцовская спортивная школа, а также спортивный комплекс ОГИ, волейбольные и ледовые центры. Каждый желающий мог пообщаться с тренерами, узнать условия приема, график работы, поинтересоваться достижениями, которых у одинцовских спортсменов становится все больше. За минувшие годы значительно окрепло отделение футбола Одинцовской спортивной школы, руководит которой Виктор Семеновичев. Футбол – основное направление, так как на данный момент у нас сформировано отделение футбола, где работает 18 тренеров, больше 600 человек детей. Можно ли сказать, что задача была к 55-летию города Одинцова удивить жителей количеством спортивных секций, направлений школ? Нет, задача не была удивить, задача была вытащить сюда на стадион секции и дать людям просто выбрать, выбрать людям и детям, выбрать ту секцию, которую они хотят, потому что иной раз задают вопрос, просто не знают, какие секции у нас есть и какие в этих дюж есть направления. После Лондонской Олимпиады греко-римской борьбе внимание особое. В этом году воспитанник Одинцовской школы единоборств Сергей Семенов выиграл первенство Европы. Двери школы открыты для всех желающих. Здесь обучают греко-римской борьбе, карате и рукопашному бою. В принципе, греко-римская борьба сам по себе очень тяжелый вид. То есть воспитывает настоящего мужчину. Тут должен быть характер. То есть каждый ребенок выбирает по силе своего характера, мужества. Также у нас представлены каратисты. Это Сивакай у нас, школа, и Киокушинкай. Два тренера работают. Тоже достаточно хорошие результаты. И рукопашный бой у нас представлен. Для всех поклонников карате, бокса, бадминтона и аэробики на сцене был организован мастер-класс. Специальной грамотой мэра города Александра Гусева был отмечен руководитель Одинцовского клуба единоборств Дмитрий Колесов. Ближе к полудню рядом с тренажерной площадкой центрального стадиона стартовал турнир по подтягиванию на призы мэра города Одинцова. Вначале соревновались дети, затем взрослые. Первым к турнику вышел Александр Уточкин. 18-летний Одинцовец тренируется каждый день. Всего занимаюсь где-то около трех лет. А так по настроению. Есть настроение, пойду, поподтягиваюсь и вот так вот занимаюсь. Турнир по подтягиванию организованной творческой группой Варга – это не просто спортивная забава. На перекладину взбираются даже дамы и творческая интеллигенция. Отличную спортивную форму продемонстрировал Одинцовский поэт Владимир Яшин. В свои 50 лет он подтянулся 20 раз, обогнав многих 17-летних соперников. Показавшие лучший результат спортсмена были отмечены специальными призами и грамотами. А дальше пришло время подводить итоги Одинцовского турнира по уличному баскетболу. В этом году победителем баскетбольного состязания стала команда «Ипотека». На втором месте оказались стритболисты из команды «Мешки». На третьем – оптимистичная группа «Все будет хорошо». Итоги соревнований также подвели скейтбордисты, роллеры и боемиксеры. Ребята показывали трюки, которыми успели овладеть, тренируясь как в Одинцово, так и в столице. Когда был маленьким, один, но у меня не было друзей, которые на этом катались. Я вот просто решил, что выбирал между скейтом и BMX. И вот решил взять все-таки BMX. И вот потом познакомился с друзьями, с которыми вот до сих пор, ну не только катаемся, а просто и гуляем с ними, и там вместе празднуем всякие праздники. Вот. И, ну как бы, не знаю, BMX вообще по жизни он связывает очень. Праздничные выходные были по-настоящему спортивными. Именно в протяжении двух дней в муниципальном детском центре хоккей и фигурного катания проходил турнир по хоккею с шайбой, участие в котором приняли четыре команды из Одинцова и Москвы. Гостеприимные хозяева пропустили гостей вперед, заняв третье место. Кульминацией спортивных событий стало награждение. 2 сентября на центральной сцене собрались спортсмены, которые в минувшем сезоне отличились на российских и международных соревнованиях. Первой на сцену пригласили Софью Очигаву, серебряного призера Олимпийских игр по боксу. Как всегда, Софья застенчиво улыбалась и поглядывала на коллег по спортивному цеху. Их было немало. Это раперисты Алексей Хованский, Александр Пивоваров, Алексей Валеров, акробаты Евгений Лепашев и Александра Баландина. Фигурист Алексей Гения, лучница Ирина Российская. Еще более десятка имен, которые уже в заголовках спортивных новостей. От такого яркого финала кружилась голова, а «Одинцовцы» аплодировали своим героям.